В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Мы в ответе за тех, кого приручили. Депутаты посетили городской приемник для бездомных животных. Спортивно-тактическая игра, лазер-так и погружение в культуру Мордовии. В Темниковском районе открылся новый туристический сезон. Восхождение к высотам. Активисты Союза «Сияющие звезды» получили сертификаты и патенты по итогам года. Далее расскажем обо всем подробно. С нового года сократились субсидии на содержание приемника. Сейчас он работает только по одному униципальному контракту – на отлов животных и стерилизацию. Однако полученная сумма не покрывает все расходы на содержание здания, зарплату сотрудников и обеспечении животных всем необходимым. Эти расходы взяло на себя дорожно-эксплуатационное предприятие, в чьей везень несколько месяцев назад перешел приемник. С работой приемника и проблемами, которые сейчас перед ним стоят, познакомились депутаты городской думы. По контракту содержать безнадзорных собак и кошек в приемнике могут только 10 дней, затем их нужно выпускать на улицу. Однако, понимая, что это верная смерть для животного, команда волонтеров берет обязанности по уходу за животными на себя. Содержит собак и кошек на пожертвования горожан. Большое спасибо всем неравнодушным гражданам нашего города, которые оказывают нам помощь. И кормами, и дезинфицирующими средствами, и деньгами, кто как может. Только на них, только их поддержкой мы выживаем. Часть животных волонтеры распределяют по квартирным передержкам. Но представитель автономной некоммерческой организации «Подари жизнь» Дмитрий Авдеев считает, что передержки в квартирах организовывать нельзя. Существование передержек многоквартирных домов противоречит всем мысленным и немыслимым санитарным правилам. И является потенциальным источником заболеваний, в том числе опасных заболеваний для человека. Таких как бешенство, токсоплазмоз, лептоспироз. Дмитрий Авдеев обратился в Думу с предложением снизить арендную ставку для некоммерческих организаций, занимающихся защитой окружающей среды. К ним относится его «Оно – подари жизнь». В истории есть подводные камни. «Оно – подари жизнь» как некоммерческая социально ориентированная организация по сниженной арендной ставке арендует у ДЭПа помещение «Позернова-65», которое, в свою очередь, сдает обществу с ограниченной ответственностью Саров-ВЕТ. Последнее ведет в этом помещении коммерческую деятельность по оказанию ветеринарных услуг. Учредителю обеих организаций Дмитрий Авдеев. Когда открылась новая клиника, предполагалось, что она будет сотрудничать с волонтерами приемника и предоставлять им различные льготы на лечение и содержание подопечных животных. И волонтеры от приемника «Подари жизнь» действительно изначально, перед открытием клиники, исключительно по моей просьбе и на мою сторону встав, так как я там планировала забыла дегенеральным, в смысле главврачом, пошли и выбивали социально значимый объект у администрации. Алексей Викторович нам без проблем пошел на уступки, действительно, и также организовал 0,5% ставки за аренду. Однако взгляд волонтеров и руководство клиники разошлись, и в январе Юлия Леукина ушла с поста главврача этого учреждения. С тех пор волонтеры приемника никак не связаны с клиникой. Мы не очень понимаем наше отношение сейчас к его частной деятельности, а у него частная деятельность, которая достаточно большой доход ему приносит, и мы не очень понимаем тоже, для чего субсидирование его арендной платы, за счет чего, если у него многопрофильный центр, который выполняет свои, в принципе, частные услуги по лечению, а не содержанию безнадзорных животных. Лечение – это, естественно, выполнение за определенную плату. Никаких скидок на лекарства для животных приемника, по утверждению волонтеров, новая клиника также не предоставляет. Однако Дмитрий Авдеев говорит, что помощь он все-таки оказывает и содействует в пристройстве безнадзорных животных. В частности, за время существования клиники удалось найти хозяев нескольким собакам и кошкам. Сейчас в стационаре сидит всего одна бездомная кошка. В остальных клетках находятся домашние животные, за содержание которых клиника получает деньги. Сейчас «Подари жизнь» платит 0,5% арендной ставки за аренду помещения. В случае, если платить организация будет еще меньше, ДЭП недополучит свою долю дохода, на которую содержит приемник. И без этого убытки ДЭП на содержание приемника только за два месяца прошлого года составили 68 тысяч рублей. В городскую дозор обратились собственники участка в садоводческом обществе «Красная звезда». Их беспокоит ситуация с общественным транспортом. Автобусы, двигающиеся по муниципальным маршрутам, не высаживают пассажиров там, где не оборудованы специальные остановочные комплексы. Чтобы добраться до своего огорода, пенсионерам, среди которых много инвалидов, приходится пешком преодолевать большие расстояния. Для того, чтобы вовремя посадить урожай и подкормить растения, пенсионерам приходится ездить на огород каждый день. До садовых участков бабушки и дедушки добираются в основном на автобусах. Только выйти на свои остановки рядом с огородом удается далеко не всем. На девятке ехала, да, и он меня провез, ну не только меня, нас, наверное, было человек семь точно. И прям почти вот туда на горе высадил. Садоводам приходится идти пешком вдоль дороги, преодолевая немаленькие расстояния. Это, несомненно, создает неудобства. Тем более, что среди пенсионеров-дачников есть инвалиды. Валентина Ивановна ездит на огород каждый день на девятнадцатом автобусе. По словам женщины, ситуация, когда водитель увозит ее от нужной остановки, повторялась уже не раз. За объяснениями пенсионеры обращались к диспетчеру Горавтотранса. Она сказала, там никогда не было остановки. Я говорю, мне уже 80 лет. Я с 64-го года нахожусь на этой остановке, на этом участке. Здесь всегда была остановка. Садоводы рассказывают, что раньше на Березе была прикреплена табличка, знак автобусной остановки. Со временем и обозначений не осталось, и автобусы стали приезжать мимо. На некоторых остановках на пути в Балыково оборудованы подъезды. Остальным же садоводам приходится высаживаться на обочине. И это только в том случае, если водитель остановит. Пусть сделают площадку нам здесь, хотя бы выходить. И знали они доску прибить, чтобы здесь остановка автобуса. Законно уже. По правилам, место, где автобус может остановиться и высадить пассажиров, должно быть специально оборудовано. Такие требования напрямую связаны с техникой безопасности. Она должна быть обозначена дорожным знаком, остановочный пункт. И сделан заездной карман, для того, чтобы он не перекрывал движение автобуса в дороге. Для того, чтобы высадить пассажиров даже на необорудованной остановке, водитель должен получить специальный сигнал из салона. Или видеть, что люди встают со своих мест и подходят к выходу. Водители, скажем так, знают, что там есть остановка. И, по идее, они должны останавливаться. Но на свой страх и риск, опять же, мы останавливаемся. Если что-то случится, то не оборудована остановка, не обозначенная знаком. Госавтоинспекции, проверяющие органы это не волнует. На пути в Балыково порядка семи остановок. И только часть из них оборудована по всем правилам. Для решения проблем садоводов стоит обращаться в Департамент городского хозяйства. Центр поддержки предпринимательства приглашает саровчан выбрать победителей традиционного конкурса «Лучший предприниматель». В этом году призы будут вручены в нескольких номинациях. «Бизнес-леди», «Семейный бизнес», «Успешный старт», «Молодой предприниматель», «Стабильность и развитие в сфере пищевой промышленности» и других. Интернет-голосование размещено на странице ЦПП в социальной сети ВКонтакте. Подведение итогов и награждение победителей пройдет в конце мая. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородском управлении Роспотребнадзора запустили горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Звонки принимают с 9 утра до 4 часов вечера по телефону 8 831 432 29 55. Граждане могут получить достоверную и полную информацию об этой болезни, узнать о том, как защитить себя и своих близких. Горячая линия будет работать до конца этой недели. В воскресенье 26 мая волонтеры из центра «Радость моя» пойдут в Пойтминский детский дом. Посильную помощь ребятам могут оказать и горожане. Детский дом испытывает потребность в моющих средствах, разделочных досках, чугунных сковородках. Полный список того, в чем сейчас нуждаются воспитанники детского дома, опубликован в группе центра «Радость моя» ВКонтакте. Пожертвования с помяткой «Пойтма» можно приносить в церковный гуманитарный склад. Он работает по адресу улица Пушкина, дом 24А. 17 мая в бассейне «Дельфин» пройдет вступительный экзамен в отделении художественной гимнастики спортивной школы ИКАР. Начало в 18 часов. На экзамен приглашаются девочки 2011, 2012 и 2013 годов рождения. С собой необходимо принести медицинскую справку от педиатра о допуске к физическим нагрузкам. Записаться на экзамен, а также узнать более подробную информацию можно по телефону 9-93-87. На базе Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева прошли областные соревнования по робототехнике. За звание лучшего из лучших боролись более 350 юных инженеров и программистов. Юные сарусские изобретатели, братья Кротовы, выступали в номинации «Триатлон Ардуино». По итогам соревнований Роман занял третье место, а Даниил Кротов стал победителем. Подробности в следующем репортаже. Шилды, платы, датчики. Даниил и Роман в захлеб рассказывают о том, из каких деталей они сделали своих мини-роботов. Их изобретения выглядят неказисты. На первый взгляд кажется, что провода и микросхемы собраны в случайном порядке. На самом деле ребята наделили эти машины искусственным интеллектом. И теперь роботы могут выполнять определенные действия. Это наша фантазия полностью, как можете видеть, они самопальные. Да, корпус у них не очень, розовые колеса и так далее. Но зато мы их полностью сами сделали. То есть от и до полностью проектирование, программирование. Роботы братьях Кротовых на областных соревнованиях оставили далеко позади себя десятки конкурентов. И привезли в Саров дипломы и кубки за первое и третье место. Даниил и Роман выступали в номинации «Триатлон». Это значит, что их роботы, собранные на базе Ардуино, должны были пройти три этапа. Первый этап – кегель-ринг. Нужно было вытолкнуть восемь кегель за черную линию. За ним следовал следующий этап. Это езда по линии. Робот должен был пройти одну из нескольких траекторий, которую выберет сам программист. И следующий этап – это лабиринт. Даниил и Роман более четырех лет занимаются в отделении робототехника. Их наставник Александр Разумков решил остаться за кадром. Мотивируя это тем, что львиная доля работы по созданию и программированию роботов принадлежит ребятам. И призовые места в областных соревнованиях – это полностью их заслуга. В Темниковском районе Республики Мордовии официально стартовал новый туристический сезон. В этом году было принято решение провести открытие в формате военно-спортивной игры. Семь команд из Сарова, Саранской и Темникова сразились в тактической игре «Лазертак» на базе закрытый город в селе Жигалово. По сценарию игры командам предстояло захватить и удержать контрольную точку. На битве за Темников побывала наша съемочная группа. Здание Жигаловской средней и общеобразовательной школы пустует, но сегодня в кабинетах, учительских и коридорах непривычно шумно. Военно-спортивную тактическую игру «Лазертак» посвятили открытию туристического сезона в Темниковском районе. Команды продумали тактику, распределили роли, осмотрели здания. Побороться за победу предстояло семи сборным. Три, два, один. В состав команды из нашего города вошли опытные игроки в «Лазертак». Они регулярно тренируются и принимают участие в городских чемпионатах по этой тактической игре. Для успеха команды, считает Дмитрий, важно грамотно распределить роли. Сам игрок работает на позиции, прикрывающего тех, кто бежит на захват точки. Прежде всего, мне кажется, в этой игре важно умение работать в команде. Тактика может отойти на второй план, она может не получиться. А вот умение работать в команде, считаю, самым важным преимуществом игры. По итогам игр победу одержала команда из Сарова. Второе место у туристско-информационного центра Темников. Третье – у команды ДОСААФ. Региональное отделение Российской общественной организации занимается военно-патриотическим воспитанием и подготовкой подрастающего поколения к службе в вооруженных силах. Задачами ДОСААФ России является развитие и поддержка технических видов спорта, стрелковых видов спорта. Впечатления от игры в антуражном здании пустующей школы останутся у участников надолго. После активного спортивного досуга им предстояло окунуться в культуру и быт Мордовии. Организаторы подготовили для гостей много вкусностей. Настоящие блюда национальной кухни из печи отведали все желающие. А те, кому ближе музыкальное творчество, приняли участие в мастер-классе по игре на деревянных ложках. Темниковский район на самом деле очень богат потенциалом туристическим. Мы хотим, чтобы наш туризм был спортивным, этническим, культурным, можно даже сказать православным и экотуризмом. В последние годы в Мордовии активно развивается сфера туризма. Разрабатываются культурные программы и туристические маршруты в районных центрах. Здесь, конечно же, есть много достопримечательностей. Это и природа, и музеи, и храмы наши. Ну и, конечно же, надо делать событийку разного рода. Участники открытия туристического сезона получили массу впечатлений и приятный сюрприз от организаторов. Сертификаты на посещение туристических объектов Темникова. В Дворце детского творчества прошла торжественная церемония награждения активистов школьных дружин «Восхождение к высотам». Это традиционное мероприятие, которое проводится уже почти 30 лет. Самые активные пионеры Союза детских организаций «Сияющие звезды» по итогам года получили сертификаты и патенты. В этом году их было вручено более 250. Подробности в следующем репортаже. Восхождение к высотам Натальи Кондрашовой началось много лет назад, когда она юной девчонкой давала торжественную клятву. Спустя десятилетия на ней снова красный галстук. Но теперь Наталья передает свой пионерский опыт школьникам и воспитывает своих подопечных в духе взаимопомощи и ответственности. Я этим гордилась. И, наверное, может быть, с того времени вот какое-то зерно вот этой любви к этому коллективизму, вот этому движению детскому, мне, наверное, и зародилось. Поздравить ребят и педагогов и вручить заслуженные награды пришли представители Департамента по делам молодежи, спорта и образования. Наверное, самое главное среди тех, кто собрался сегодня здесь, это то, что каждое ваше действие и каждое ваше дело – это восхождение к высоте. Высоте добра, мира, чуткости, нежности и понимания. Вашей готовности всегда прийти на помощь друг другу. Завершила свою работу в этом году школа пионерских профессий. Ребятам, которые овладели специальностями совершенствия, вручили сертификаты Союза детских организаций. В этот раз их получили более 250 ребят. 55 пионеров получили патенты инструктора. С каждым годом их становится все больше и больше. Я думаю, те ребята, которые сейчас выйдут сюда, для вас многие знакомы не только в своей школе, но уже на уровне города. Также грамоты Союза детских организаций вручили победителям и призерам творческого конкурса «Память поколений». Концертную программу подготовили активисты дружины «Радуга» из 2-й гимназии. Это все, о чем мы успели рассказать. Сегодня следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Константин Перевозчиков.